Давайте прорезюмируем, что происходит при вызове функции. Во-первых, при вызове функции на стек складываются аргументы функции, адрес возврата, значения фреймпойнтера и регистров процессора. Кроме этого, на стеке резервируется место под возвращаемое значение, и когда функция заканчивается в работу, возвращаемое значение записывается в это зарезервированное место. Параметры передаются функции в обратном порядке. Это позволяет реализовать функции, которые имеют переменное число аргументов. Адресация локальных переменных и аргументов функций происходит при помощи счетчика фреймпойнтера. В одну сторону от счетчика фреймпойнтера откладываются локальные переменные, в другую сторону аргументы функций. В действительности, тот процесс, который я вам описал, это некоторый модельный процесс, и он может выполняться немножко по-разному и зависеть от конкретных используемых соглашений в вызове функций. То есть в одной и той же программе для разных функций могут использоваться разные соглашения. Это зависит от конкретного компилятора, от конкретных библиотек, которые вы используете. Соответственно, в зависимости от соглашений, что-то может меняться. Например, освобождать стэк после вызова функции может не вызываемая функция, а вызывающая, или наоборот. Но более-менее идеологически все происходит именно так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!